А глаза ослабли, чтобы стать отличие, орла от сапли, мы боимся смерти, посмертной казни, нам знаком при жизни предмет боязни, пустота, вероятно, не хуже ада, я не знаю, кому мне сказать, не надо! Для кого-то Пушкин, для кого-то Лермонтов, но Пушкин не для всех, и Бродский, наверное, не для всех, но для меня он оказался какой-то дверью в эту жизнь. Мне с ним было легче, во всяком случае, я уже смотрел кино через призму жизни стихов Бродского. Когда вы поступали в институт, вы читали Бродского? Нет, нет, я не решался, я не решался вообще его читать вслух до того, как не попал на спектакль Михаила Михайловича Казакова. Я не один раз ходил, потом и слушал его программу, и мне безумно нравилось, как он читает. Мне нравился он как личность, он чем-то напоминал даже Бродского Михаила Михайловича. И вот, пожалуй, что Казаков дал мне какой-то импульс, и я стал писать на сценировку. Писал ее, наверное, года три по стихам, которые мне, прежде всего, нравились интуитивно, я их понимал, а может быть, не до конца. И вот так родился этот спектакль, эта программа. Я им очень дорожу, для меня это, как, знаете, сходить в церковь, работать с Бродским. То есть он имеет для меня какую-то очистительную, что ли, функцию. Да, ну а потом была уже Ахматова. Но она тоже родилась все-таки через Бродского. Я отталкивался от Бродского. Родилась из-за того, что вы узнали, что она его любила? Да, да. Биографические моменты. Да. Ну, фразы ее, какую нашему рыжему сделали биографию, она, конечно, сыграла свою роль. Да, и потом родилась Ахматова. Но Ахматова нечто другое, конечно. Я там пытался такой создать взгляд со стороны, взгляд свидетеля ее жизни, ее трагедий. Для меня была важна именно, скорее, ее жизнь, через стихи, но ее жизнь. Когда Бродский все-таки поэзия, а потом жизнь. Но я ни в коем случае не пародировал Казакова. Я не отталкивался от него, как от чтеца. То есть меня поразил сам факт артиста, читающего Бродского. Мне казалось, что он имеет на это право как личность. И это мне очень нравилось. Ну, и вообще Бродский ведь сам очень не любил, когда читают его стихи. И, наверное, в чем-то он был прав, потому что артист руководствуется своим делом, как вы сказали, конечно. Ну, не знаю, я пытался как-то совместить, что ли, не оскорбить поэта, но и донести до зрителя. Особенно я, конечно, ориентировался на своих сверстников. Вот еще что важно. Поэтому музыка, которая в этом спектакле, в этой программе, она современная. Она придуманная моими же сверстниками. Сейчас читать стихи Анны Андреевны Ахматовой «Сжало руки по темной валью» уже... Ну, очень часто мы в школе уже изнасиловали практически этот текст. А когда есть иной подход музыкальный, особенно когда он совершенно, на первый взгляд, не ложится, электрогитара и Ахматова, ну, как бы совершенно вещи негармоничные, но нет. Или же Бродский и электробалалайка. Тоже, где Бродский и где балалайка. Да, но мне кажется, что это сочетается, и это очень интересно получается. То есть иначе раскрывается текст, иначе как-то слова приобретают другой смысл. Для меня это очень важно на самом деле. Дима, вы никогда не хотели быть рок-музыкантом? Ну, какой интересный вопрос. Это разная энергия, мне кажется. А они... Они более шире, что ли? То есть это они... Там другой посыл. Все-таки театр – это нечто камерное. Мы работаем, мне кажется, с более интересными вещами на сцене. А рок-музыкант – это более агрессивная энергия. Хотя они тоже артисты, конечно. Но очень были серьезные люди, некоторые представители этого жанра. Да-да, у нас более интимная, более закрытая атмосфера, что ли. Более закрытый мир. Мне он больше интересен. Там больше тайны. Молчаем. Молчаем. Бродский и Чацкий – у вас есть внутренняя какая-то рифма? Да, конечно. Конечно. И мы обсуждали это с Павлом Сафоновым, режиссером спектакля. И я даже очень просил его немного изменить финальный монолог и вставить несколько строк Бродского. Но он мне не позволил этого сделать, в конце концов. Ну, тут уж артист предлагает, режиссер берет или не берет. Но для меня это было очень важно. Вот все-таки тема Чацкого и Бродского для меня очень схожа. Особенно последний славача, последний монолог. И то, как решен он был. То есть у нас Чацкий брал чемодан, надевал пальто и куда-то уходил, куда-то уезжал. И для меня этот монолог Чацкого-Грибоедовский был созвучен стихам Бродского. Мне говорят, что нужно уезжать. Да-да, благодарю, я собираюсь. Да-да, благодарю вас. Провожать не следует. Я не потеряюсь. Это для меня что-то щемящее и то, что я уже прожил до этого с Бродским. Поэтому особенно финал. Я знал, как его играть. Я не знал, как играть до финального монолога эту роль. А финальный монолог интуитивно, но я понимал, что нужно делать. И я попросил, раз он мне не позволил читать Бродского, я попросил его отдать мне на откуп весь этот монолог. И он его не репетировал, слава богу. И я его сам как-то придумал, сделал. И там все было довольно-таки просто. Но мне как человеку, как артисту было важно его сыграть. И провести эту параллель. Пусть ее никто не увидел, да. Это для меня было важно. Вот человек, который, ну не проиграл. Все равно не проиграл. Как бы больно ни было. Как бы его не предавали. Как бы не лишали его Родины. Но он не проиграл. Хотя, вы знаете, интересно, я с театром нации в июне был на гастролях в Америке, в Нью-Йорке. Мы встречались с Барышниковым. И он мне сказал, а ты был у него дома? Сходи к нему домой, посмотри на дом. Я пошел, и мне повезло, я встретил соседа, который выходил из этого дома. И он говорит, что, ребятки, делаете? Русские. Мы говорим, русские. А чего вы ходите? Говорит, вас тут очень много. Каждый месяц вас много. Это наш Иозеф. Наш. Мы ему все дали. Вы его выгнали. Я говорю, вы знаете, я вообще родился в другой стране. И не было уже той страны. Но нет. То есть, есть какая-то у них гордость своя за него. Вот, да. Поэтому я очень благодарен этой роли. Она мне очень много чего подарила. Чацкий. И вот так как-то 10 раз всего я ее сыграл. Но ничего. Хожу в его пальто теперь в жизни. Мне театр сделал подарок. То есть, он у меня... Ну, такая боль какая-то есть еще. Не образумлюсь. Виноват. Я слушаю, не понимаю. Как будто все еще мне объяснить хотят. Растерян мыслями. Не понимаю, глупец. Я в ком искал награду всех трудов. Спешил, дрожал, летел. Вот счастье, думал, близко. Пред кем я, давеча, так страстно и так низко был расточитель нежных слов. А вы, о боже мой, кого себе избрали? Когда подумаю, кого вы предпочли? Зачем меня надеждой завлекли? Зачем мне сразу не сказали, что все прошедшее вы обратили в смех? Что память даже вам постыла тех чувств обоих нас, движение сердца тех, которые во мне, ни дай не охладила, ни перемещением мест, дышал и ими жил, был занят непрерывно. Сказали бы, что вам внезапный мой приезд, мой вид, мои слова, поступки. Все противно. Я с вами тотчас бы сношение пресек. И перед тем, как навсегда расстаться, не стал бы очень добиваться. Кто этот вам душевный человек? Вы помиритесь с ним. По размышлению зрелым себя крушите. Для чего подумайте? Всегда вы можете его беречь и пеленать, и спасылать за дело. Муж-мальчик, муж-слуга из жениных пажей. Высокий идеал московских всех мужей. Довольно с вами я горжусь моим разрывом. А вы... Отец. Не буду дальше. Чем отличается голомазовская школа, скажем, от какой-то другой? Есть какое-то ощущение, почему вы чуть-чуть другие? Почему вас можно как-то вычислить? Я думаю, прежде всего, потому что сам Сергей Анатольевич интересная личность, интересный человек. И он воспитывает свою мастерскую, отталкиваясь только от своего мировоззрения. Мы смотрели кино, которое смотрел он. Мы читали книги, которые он рекомендовал. Не могу сказать, что в этом есть демократия творческая. В этом есть даже как... Ну, он всегда говорил, что демократии в театре нет, и не ждите, никогда ее не будет. Но он многих воспитал на вот как... Ну, это не принуждение. То есть он делал предложение. Либо ты на него шел, либо так складывалось, что ты уходил из мастерской, либо жизнь твоя как-то складывалась иначе, и ты переходил в другую мастерскую, тебе было неинтересно. То есть он заражает прежде всего собой, как человек, как личность. Да, я помню, когда он попросил поднять руки людей, которые не видели Андрея Рублева. А потом, когда посмотрели все Рублевые, мы делали обсуждение, было очень интересно. Там была сцена, Галамазов говорил, вы увидели крылья? Вы увидели ангелов в картине, которые Тарковскому вырезали в свое время, либо не заметили на Мосфильме, когда принимали картину. Да, вот поэтому Галамазов, конечно, в первую очередь, собой, своей личностью окружает. И мне кажется, в этом сила этой мастерской. Я, конечно, даже не касаюсь сейчас его каких-то образовательных, педагогических приемов. Они тоже есть его, личные, свои. Но мне кажется, конечно, у него уже за много лет выработалась своя система, своя школа у него и у Веры Ивановны Бабичевой. Они ведь всегда вместе мастерские ведут. Вот. И мы действительно чем-то похожи все, ребята. Хотя при этом разные. Да, и можно сказать, мне кажется, можно сказать, это Галамазовский. Я бы узнал. Я делал по шесть отрывков в день. Я поступил на второй курс Галамазову на добор. Мне нужно было сдавать экстерным все. И я понимал, что мне нужно трудиться, потому что Галамазов не очень хотел меня брать. Ко мне относился довольно скептически. И если бы не Вера Бабичева, педагог, то, я думаю, мне не видать было бы третьего курса. Но в какой-то момент после экзамена по речи Галамазов как-то иначе на меня посмотрел и признался в этом. Я ему за это был очень благодарен, потому что сразу оценка на курсе моя выросла в разы. Он сказал, да, я ошибся, вы стоите того, чтобы продолжать заниматься в мастерской моей. Дима, они вас очень часто занимают. Я видела, конечно, Валера в Тарцюфе. Да. Я понимаю, что, наверное, вы сейчас сказали про Толстого. Я понимаю, что это другого плана работы. Но все равно есть какая-то опасность, как мне кажется, это, конечно, не к вам вопрос, скорее к режиссерам. Есть какая-то опасность, что у вас все время будут видеть... Ну, можно там назвать это невразденником, хотя у меня это значение и сомнения, но, по крайней мере, такого породистого, голубых кровей, белого какого-нибудь, там, я не знаю, офицера, гологвардейца или как-то дворянина какого-то невероятного, или какого-то такого изысканного эстетского злодея с каким-то надломом, да, или что-то в этом роде. А у вас есть характерность вообще, у вас в самом она есть? Она существенна для вас или, ну, ее... Ну, кто... И как устраивает, в принципе, вот этот образ такого холодного, умного, в каком-то смысле растленного, да то, что вам будут совершенно очевидно предлагать все время? Кто бы видел меня дома, понимаете, когда я стою у зеркала, это ад кромешный, потому что для меня это моя стихия, характерность. И, может быть, я уже настолько привык, что в театре меня используют в этом амплуа, хотя я не люблю уже само понятие неврастенник. Я в институте наелся этого, да и в театре тоже. Но, конечно, я очень жду, что мне кто-нибудь предложит, да и я и сам предлагаю какие-то характерные роли, потому что мне, честно говоря, уже это самому неинтересно. И действительно можно утонуть в этом амплуае и стать забронзоветь в этом. И мне бы этого очень не хотелось. И поэтому я стал совсем осторожно относиться к предложениям. Но в театре не всегда можно отказаться. Вот. Да, ну, конечно, я очень хочу сыграть остро-характерную роль какого-нибудь, не знаю, пьяницы, клоуна, не знаю, что-то очень острое. Мне бы очень хотелось попробовать. Но я думаю, что это случится рано или поздно. Я не считаю, что вот система Станиславского против того, чтобы смотреть в зеркало, но это совсем неправда. Я даже себя снимаю на камеру, когда играю в спектакль, и потом смотрю на свои руки, на тело. Но это важно, как ты выглядишь со стороны. Когда устаешь вот этой статуарности, да, которой ты привык в театре, то, конечно, уже идет что-то, что-то связанное с театром дель-арте. В основном я кривляюсь, когда включен телевизор, и я начинаю пародировать этих людей. Каких? Разных. От наших политиков и до каких-нибудь комедийных шоу. Да, или, знаете, мне очень нравится было такое шоу на Первом канале, пародии, когда артисты делали пародии на артистов же. Меня поразило, как сделали ужасную одна артистка пародию на Людмилу Марковну Гурченко. И меня так это поразило, мне так не понравилось. Я поставил дома камеру, сделал приблизительный грим и спел песню, как пела Людмила Марковна. Сейчас какая песня, я не помню. Либо это была... Да. Ах, мой сынок, на какой из чужих дорог стынет сердце твое на снегу, я молитвой тебе помогу. Ах, неспроста, так уныло сияет звезда над далекой чужой стороной, над твоей и моей судьбой. Мне бы быть звездой той, что над тобой, видеть, что ты рядом и что живой, радоваться, ну и так далее. Для того, чтобы быть актером, нужно вообще знать, что происходит за окнами. Крайне важно, мне кажется, крайне важно. И Галамазов в своей мастерской это проповедует всегда. Мы это обсуждали не раз. И у нас даже были часы, как бы это называлось, часы современной жизни назывались, когда мы обсуждаем, что происходит за окнами. Особенно, если мы, например, брали такой материал, как «Бесы», где об этом и речь, выйди на улицу, и, пожалуйста, верховенских очень много. И в нашей жизни тоже, и сейчас. Мне было очень сладостно его играть, потому что я этих людей видел. Я их, может быть, где-то даже дорисовывал немного, но я видел этих людей. Я знал, кого я играю. Они недалеко здесь, километров пять. Вы чувствуете, что вы перечите Бродскому. Вы же читаете, его не выходили из дома, не покидая комнату. А говорите, надо, как быть? Это разные состояния. Бывает, очень не хочется не выходить из комнаты, не совершать эту ошибку. Потому что ничего ты не изменишь. Ты артист. Сейчас артист ничего, мне кажется, не изменит. Артисту, скорее всего, не поверят. За артистом, скорее всего, не пойдут. Театр сейчас не трибуна. Очень для небольшого количества людей это что-то. Но это не трибуна. За театром сейчас не пойдут. Поэтому в такие моменты, когда я об этом думаю, конечно, не выходи из комнаты. На улице чай не Франция. Конечно. Но хочется еще быть тем, кем другие не были. Это из этого же стихотворения. Но хочется все-таки, чтобы жизнь как-то прошла не то, что не незаметно, но прошла с толком, что ли. Чтобы не так все было зря. Очень хочется этого. Хочется чего-то почувствовать. Музыка Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok